Всем привет! Меня зовут Джонни Филиппоне и это Faberlic Home. Сегодня вместе с вами будем готовить очень вкусные, нежнейшие щечки говяжьи. Для приготовления нам потребуется мало, но очень простые ингредиенты. Лук, морковь, сельдерей, чили, чеснок, петрушка и, конечно же, наши прекрасные щечки. Начинаем приготовление. Первым делом будем резать все наши оващи, то есть лук, морковь, сельдерей режем не мелко, потому что щечки довольно долго тушатся, соответственно, мы не хотим, чтобы в конце концов потом овощей не видно было. Соответственно, режем их покрупнее. У нас есть прекрасная, великолепная столная сковородка, конечно же, от Faberlic. Особенность этой сковородки столные, это в том, что мы должны жарить на правильная температура. Это не как все остальные другие тефлонные сковородки, которые, в принципе, без разницы, погорячее или похолоднее там особо не влияют здесь. Именно мы должны найти правильную температуру. Я сейчас вам покажу, как делать так, чтобы вам ничего не перегорало и ничего не пролипало на остальные сковородки. Что мы даже с вами делаем, это просто капать чуть-чуть воды в сковородке и проверять, как вода реагирует. Если вода испаряется или как-то разбежается по сковородке, значит и наши сковородки еще не готовы. Если вода не разбежается и остается прямо в один единую капельку, то сковородка готова. Посмотрим. Смотрите, вода сформировалась полностью в один капельку, соответственно, наша сковородка готова. Мы можем начинать жарить. Убавили чуть-чуть огонь примерно на высшее средство. Теперь добавляем туда чуть-чуть масла. Масло всегда нужно все равно, чтобы наверняка ничего у нас не прилипло. Очень важный момент. Не переворачиваем мясо раньше времени, а то у вас прилипнет. Кладем, ждем примерно минуту, потом переворачиваем. Минута, полтора минуты примерно прошла. Посмотрим, что получилось наше мясо. Смотрите, ничего не прилипло. У мяса получилась прекрасная корочка. Теперь перевернем в другую сторону и делаем то же самое. Пока вторую сторону мяса обжарится, мы можем уже добавлять туда все овощи, которые мы заранее с вами порезали. Прекрасно. Теперь добавляем последние два ингредиентов. Это томатная паста и теперь добавляем вода. Либо если вы предпочитаете, можно добавлять уже бульон овощной или куриный или мясной бульон. Но в этом случае мы добавляем воду. Закрываем крышку и спокойной ночи. Ждем два или три часа до полностью приготовления нашей прекрасной щечки. Перед тем, как закрывать крышку, солим и перчим чуть-чуть. И в конце добавляем пару листочки лавровый листом и зубочка чесночка, который мы просто слегка раздавим. И пока наши щечки готовятся, мы с вами занимаемся овощной пюре, который будет как гарнир в нашем блюде. Сегодня будем делать пюре такое особенное из батат, морковка и лук. Наша с вами задача это резать эти все ингредиенты в маленькие кусочки, потому что мы будем их сегодня готовить по-особенному. Овощи нарезаны. Теперь берем кастрюлю, также столная. И что мы можем с этим делать? Благодаря толстому дну нашему кастрюлю мы можем готовить, то есть варить наши овощи без воды. Вы спрашиваете, как это как? Как варим без воды? Очень все просто. Благодаря крышке, благодаря толстому дну, которое имеет в нашей кастрюле, овощи будут варить в собственном соку. То есть они потихонечку начинаются выдавать свои собственные соки и они будут томиться, тушиться, вариться именно в собственном соку. Соответственно, мы сохраняем все полезные витамины, все полезные вещества, которые имеют овощи. Включаем плита на средний огонь, закрываем крышку и этого набора овощей с бататами, луками, морковками будет примерно варить минут 15, может быть 20. Посмотрим все равно, попробуем и поймем. Дамы и господа, шочки готовы, пюре готово. Как вы можете увидеть, наше пюре полностью заварило и морковка, и батат, и лук уже в каше состояние. Теперь мы будем их перекладывать в мерных стаканах, добавлять чуть-чуть молочко и пробивать все блендером до состояния гладкого, однородного пюре. После того, будем выкладывать и шочки, и пюре в тарелку и, собственно говоря, наше с вами блюдо готово. Берем блендер и пробиваем до однородной массы. Отлично, ребята, пюре готово, получилось очень-очень нежное, гладкое и однородное. Теперь уберем блендер со стороны, солим, печем по вкусу и уже мы готовы выкладывать все в тарелку и наслаждаться вкуснейшей щечки с пюре из батата. Как говорится, пюре много не бывает. Красивый, яркий, оранжевый кладем и смазываем. Дальше берем наши прекрасные щечки и выкладываем. Они еще дымят, смотрите. Ой, аромат вкуснейший! Теперь соберем вот этот вкуснейший соус, напоминаю, из морковки, люк, сельдерей, томатная паста, чеснок и лавровый лист. И выкладываем, и выкладываем все сверху на наши щеки. Осталось только украсить, передает чуть-чуть яркости в нашу тарелку. Для этого у нас петрушка. Чуть-чуть нарежем, высыпаем изверху и чуть-чуть чили нарежем так же и высыпаем изверху. Для тех, которые любят острое, если вы не любите острое, то чили не добавляем. Это достаточно. Дамы и господа, наши с вами говяжьи щечки с пюре и с бататом готов. Чуть-чуть долго готовится, но это стоит того, потому что это очень-очень вкусно. С вами был Джонни Филиппоне и Фаберли Холм. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!